Что мне нравится в Егоре Летове? Будучи панком, он никогда не пытался сделать свое творчество легкодоступным. Он никогда не пытался сделать свою музыку, то, что называется easy listening, то есть что такое, что можно поставить и послушать. К Егору Летову нужно пробираться через шум его аккомпанировок, через манеру его пения. Это требует усилий, интеллектуальных, человеческих усилий. Для Егора Летов это не что-то, что я могу поставить себе случайно днем, когда я чем-то занимаюсь, потому что он занимает собой все пространство. Но я с большим уважением отношусь к тому, что он именно так считал необходимым произносить свои слова, потому что он не хотел стать удобной вещью. И единственное, что гарантировало ему, что он не станет удобной вещью, по крайней мере при жизни, это труднодоступность его творчества, при абсолютно гениальности этого творчества. У Бориса Гребеншикова была такая песня. «Мы взяты в телевизор, мы удобная вещь, нас можно ставить там, нас можно ставить здесь». Вот Егор Летов не был удобной вещью, сознательно. Он защитил себя от этого своим творчеством, своей манерой подачи, своей экспрессией. И я это уважаю. Но по этой же причине я не могу сказать, что мне нравится его слушать. Я его в большей степени уважаю, чем люблю слушать. У меня был период, когда я с удовольствием ставил его альбомы. Я регулярно его цитирую. Мне нравится его, в принципе, поэзия, она классная. Образность формулировок, она классная. Слушать его тяжело, но в этом была его задумка. Он великий русский, великий сибиряк. Я даже был у него на могиле. Одна из немногих могил, которые я посетил в своей жизни. Егор Летов, круто.